здрасте он вернулся и перед нами можно сказать самая настоящая история золушки хотя бы потому что эту гитару постолка я снял видео не сожгли на главной площади в рязани чтобы избежать конца света а мне позвонил мой знакомый кореш мастер сказал что он не может жить когда в этом мире где он живет существует что-то наподобие вот такого и он согласился приехать сам и сам за бесплатно привести этот инструмент во что-то стоящее я подумал за бесплатно я всегда за хотя впоследствии когда я увидел его при следующей нашей встречи я все-таки скинул ему деньги за моральный ущерб но у нас сегодня есть конкретная мессия мы должны выяснить а стоит ли вообще покупать вот такие дешевые инструменты с надеждой на то что ты отдашь ее мастеру чуть-чуть доплатишь и получится что-то годное или вся эта ситуация не выйдя новочка не стоит вот сегодня и посмотрим ну и вообще в принципе сколько это все обошлось это все обошлось Вот прямо так и просит, назови меня грязный Кто не в теме, небольшая предыстория Где-то месяца два назад я приобрел эту красавицу на интернет-панели за 9700 Вот прямо в этих тигриных волосинах Тут же я понял, что это оно И не ошибся, я получил именно то, что я ожидал И знаете, первая ассоциация, это буквально УАЗ в мире гитаристов Если на обычной машине люди высматривают линии, насколько прямые Какие-то там зазоры, то на УАЗе обычно эти линии вот так А потом сверху еще сварщик в стиле диареи И вообще неизвестно, что с ним в этот момент делали Может он фантазер такой Но, тем не менее, даже у УАЗа есть свои защитники Потому что он едет В то время как здесь ситуация была заметно хуже Потому что, ну, количество косяков, их можно перечислять бесконечно По сути, это у нас винегрет из осколков МДФ Которые замешали в ведре с клеем Причем клей у нас стекал буквально и по накладке По древесине, по ладам, по окантовкам Сзади, в самом рабочем месте Вот здесь вот была, вот здесь вот у нас Была наклейка Причем наклеенная так специально со складками Чтобы невозможно было схватиться пальцами Мерзко было касаться всего Я уж не говорю о том, что здесь все сдвинело Лады торчали как шипы На сеге у джипов Вот, чтобы не врезались в тебя То есть электроника там вообще Черт, ногу сломит Свич не так стоял, это мелочи Тут гриф стоял так, что как будто на него, я не знаю Тетя Зина из столовой уселась со всего размаха То есть он просто и был завален И вот сюда И при этом еще вот сюда Как ты вообще смотришь При этом он еще до сиборных плейд кривой То есть куда здесь ни глянь Это было прям самое настоящее произведение искусства Отдельное видео смотрите, оно есть на канале Небольшое, кайфанете Посмотрите, если дважды, то дважды кайфанете Ссылочка будет в описании Подсказках там, как обычно ищите Но самое забавное, что даже в таком состоянии Даже за деньги У нее нашлись защитники Мол, да мне бы такую 30 лет назад Да че ж не 300 Я тоже в детстве отрезал, оторвал буквально дверь от тумбочки И привинтил к ней колес от этой же тумбочки А потом ездил по улице в деревне И представлял, что у меня скейт Но при чем тут мои детские травмы То есть как бы А еще там сколько-то лет назад Люди в машине ногами тормозили Да, если кто видел Флинстоунов Ну кто постарше То есть как бы Есть здесь и сейчас Мы прямо сейчас решаем За что отдать деньги Вот я кстати вспоминаю комментарии Типа у нас в группе 3 гитариста Походу Уже интересно, да? Уже понятно, что это какой-то Ну прям дропля, диез, фа, супер, мега, дисторшн, слепноут 4 Вот, смысл в том, что Мы, два гитариста, уже купили себе Вот два таких ебаж И счастливы, и уже играем буквально вот завтра олимпийские А третий наш гитарист Идиот Он подумал, что будет Насмотрелся твоих видео И начал копить 20 тысяч сумасшедший На какой-то нормальный инструмент Фишка в том, что он все еще копит А мы уже почти звезды Я сейчас буквально Ну, может быть, там чуть-чуть приукрасил Предлоги, допустим Но вот такие комментарии я читал Окей, окей Однако я хочу уяснить То, что, скажем, вот есть айфон Да, это вот, ну, нормальный телефон Есть самсунг у меня 50 Это тоже нормальный телефон, но подешевле Есть Xiaomi, Redmi, там 9 Pro Что-то там Professional Tutorial И это тоже, в принципе, нормальный телефон Но еще дешевле А вот есть китайский айфон Его основная миссия была Продаться То есть найти лоха, что по скидке Его купят, включит Все, на этом миссия исполнена Дальше запускается режим самоуничтожения То есть я искренне сомневаюсь Что это была какая-то фабрика Блэк-металистов, где делали этот инструмент И человек, который его делал Устанавливал сюда гриф, думал Вот бы на этой гитаре записали Какой-нибудь крутой альбом Нет, задача была Тупо обмануть тебя матом Все, ты купил ее Ты лыханулся Улыбался Получил урок от жизни Дальше никто сюда ничего не закладывал Но, благодаря приложив определенное количество сил Что здесь изменилось И стал ли этот инструмент, собственно, путем Играет музыка 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 Давайте по порядку Я зачитаю прямо Никитину мемуары, потому что сколько он там сделал, это отдельную статью можно делать. И я буду накидывать, сколько стоит это у нас, и сколько это может стоить, скажем, в московских больницах. Что ж, сделал следующий работ, Никит пишет. Ссылочка Никита будет в описании, если что. Поменял и подогнал верхний порожек. Он, если что, был здесь вообще не оттуда, не отсюда, и первая струна была просажена, так что она вообще не звучала с завода, плюс он перчал. То есть здесь у нас новый порожек. Ну, это стоит в пределах тысячи рублей. Ну, и замена подгонка может еще тысяча рублей. Ну, ладно, двух укидаем. Это, причем так, нормальным мастером еще даже. Счистил шкурками стамеска и прочим клей с накладки лака окантовок под верхним порожком и под ладами. Очистить клей от дерева, не повредив его, вот до такого состояния, вот я вам сейчас, может быть, покажу, может сфокусируйтесь. Это, блин, поверьте, сложно. Это прям надо очень сильно любить эту жизнь. И я думаю, за это бы нормальный мастер не взялся. Даже за много денег. Даже если бы сказали, я подарю тебе этот инструмент. Он все равно бы выкинул ее, просто сказал, да, да, я все сделал. То есть это прям, ну, я бы оценил это в две тысячи минимум. Я бы это просто вот, и то я согласен за бутер там отработать неделю. Шкурками разных грит и стамеска и киянка выронил инкрустацию с накладкой. Может было подзабить, было много работы, но тем не менее уже не так стрёмно. Дальше, четвертое. Ну ладно, это бесплатно. Закруглил лады палочками, надфильм и прочим. Теперь они не царапаются и не должны в будущем. То есть, да, здесь у нас были обработаны торцы ладов. Причем они типа обработаны почти капелькой. Стоит ли париться по этим ладам настолько сильно, потому что если они играть активно, то они кончатся буквально завтра, ведь они маленькие и мягкие. Но я уверяю вас, я лишний раз к ней подходить не буду, поэтому хватит на тысячу лет. Окей, в данном случае пойдет. Дальше. Ну, это еще как минимум, ну, рублей 800. Будем считать так. То есть у нас, ну, где-то там на 3,5 набежало со скидками по карточке студента из пятерки. Сделал подложку под гриф из фанеры. Немного подровнял. Ну, вообще, там ехала заказная, но не приехала. Теперь сделали подложку, теперь он стоит прямее. Ну, как бы ок. И это тоже процедура бы, плюс изготовление этой подложки, вручную бы стоила ну, в пределах косаря. Ладно, считай, считаем 4,5. Дальше. Полирнул лады почти в зеркало. Заодно брал краску с ладов. Пришлось 3 раза позировать лады. потрачено 2 раза больше дисков для полировки. Ну, то есть тут лады были прям в беде из-за того, что они были в краске, в каком-то гное, соплях и всем остальном. То есть средняя работа по ладам обычно оценивается тоже у нас около 2000 рублей. То есть полирнуть, закатать, выровнять, чтобы все привести в порядок. Накидываем сюда. Ну, там торцы все тут были. Ах, бог с ним. 5000 рублей. Вы уже поняли, какой у меня тут подсчет идет. В принципе, такой же, как у всех мастеров, когда они смотрят. Полное стандартное тылом, то есть полировка, промаслить ее, настроить по высоте. Это все стоит 1500 рублей. У нас в Москве, опять же, может стоить и 2,5. То есть в итоге насчитали где-то 7,5. Поставил переключателем, чуть-чуть там позанимался гайками, все это протянул электроникой. Поставил новые струны. Это еще плюс косарь. В итоге где-то 8,5 мы кидаем. Так, нареканий по электронике особо не было, но скоро будут. Потом придется, скорее всего, что-то менять. Итак, о сложности. Очень было тяжело с клеем, отбитие от ладов, стамеска и киянка очень долго муторно. Нужно уметь делать это аккуратно. На видосах столярных мастеров можешь посмотреть. Причем это реально от него много времени. Ну, тут ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пришлось стачивать аккуратно тонкие свое дерево, потом все это восстановить. Специальные подкладки под гриф не приехали, это все понятно. Что по деньгам? Вот Никита оценил данную работу 5500. Я уверяю бы, что любой другой мастер бы оценил ее ну, где-то тысяч вот в 8-9. Плюс я напоминаю, что сюда обычно входит отстройка, да, то есть как бы сюда входит комплект новых струн обычно, потому что смысл отстраивать на заводских струнах здесь убитых. Итагом, вот он в сумме оценил 5500 плюс 1500 плюс струны. То есть 6, 7, 8. Но, скорее всего, мы бы вылезли за 10. Стоит ли от гитары обошлась 9700? Плюс 10 мы получаем 19700. С 19700 можно купить, ну, бэушные, кстати, вот этот случай, как с автомобилями, бэушные будет лучше на марке, чем вот этот, чем наш отечественный ебаш. Но смысл в том, что на вторичке можно купить хбэхи, можно купить на зоне джеты всякие. Не знаю, там майкер сейчас пока еще, мало ящупал так вот. Ну, смысл в том, что альтернативы есть. Можно купить бы по бонусам, там, по скидкам Эрты, Фарид Марины в пределах, там, 25 тысяч рублей. То есть, ну, точнее, 25 они стоят. Минус скидка, по-моему, промокода MGTV, если что, много где есть скидка. Вот. И поэтому везде пробуйте. Везде. Даже в Эльдорадо МВидео. Смысл в том, что, ну, в остальных музыкальных магазинах, которые себя уважают, есть. Ладно, не обижайтесь, если что, если кто не уважает. Короче, можно было докинуть 2-3 тысячи рублей, купить инструмент намного выше, так сказать, классификации, качественных комплектующих, изготовления, ресурсов, звук. Ну, звуком еще можно поспорить. Это я вам подтверждал. Короче, всем избавиться от проблем, сразу получить нормальный инструмент с гарантией. Я снялась, что этого инструмента есть какая-то гарантия. То есть, когда его увидит продавец, он скажет, что? Я такой не продавал. Где рычаг от тремоло, в первую очередь, который я положил тебе в комплектацию к твоему лесполу? Он там был реально. То есть, вы столько замучитесь, тем более первый раз настраивать этот инструмент. А еще плюс надо понять, что здесь надо сделать. Еще, чтобы мастер вас не обманул, потому что мне каждый день пишут ребята-мастера, которым они приносят телекастер и стратокастер, и они говорят, что-то у тебя здесь гриф прямой, а должен быть как на лесполе, под углом. Давай-ка мы тебе все воды сточем. Даже не пятку воды, чтобы было как на лесполе. Я такое уже наслушался. То есть, это в такую задницу можно влезть. Хуже, чем с покупкой УАЗа. Поэтому, честно, честно, я, конечно, считаю, что это получилось интересное приключение. И конкретно вот этот инструмент того стоит. Потому что это, ну, памятный, знамятный буквально музыкальный инструмент. И плюс это будущее легиста, по-моему, сказать. Плюс мы разглядели в нем то, что он может петь. Да, из-за вода у него буквально стоял кляп в Орду, как вы знаете в клипе Рамштайн. Ну, или в кино. Но смысл в том, что датчики-то здесь довольно забавные, неплохие. И если учесть, что теперь, когда мы его починили, у него на высоте около двух миллиметров почти... Ёпт! Как так? Ненавижу! Ненавижу! Отключил переход в рабочий стол. Я не знаю, почему оно вернулось. Может быть, отключение света во время съемки этого видео сработало. Но смысл в том, что все, все мне противились, чтобы я не снял это видео. О чем я говорил? А, о том, что теперь на высоте двух миллиметров эта гитара буквально не звенит. Ну, ладно, да, она строит не очень. Да хотя, нахрена, кого я обманываю? То есть у нее по-прежнему вот здесь вот чисто, а здесь жопа. Чисто? Чисто. Причем только получается... А здесь опять, это по-прежнему игра в Индиану Джонс, когда ты играешь на гитаре. То есть есть воды, на которую тебе наступать ни в коем случае нельзя. И тут только опыт подскажет тебе верный путь. Фух. Итого. Проект, безусловно, интересный. Стоящий того. Мы ее не единожды увидим. Сегодня я покажу вам минимум тестов, потому что буквально завтра я снимаю опять снова с ней видео. Она будет в качестве референсов у нас ко всем дешевым инструментам. Радует наш глаз и наши уши. Но... Смысл в том, что я бы врагу такого не посоветовал. Честно, ребят. Кстати, еще одна фатальная ошибка новичков. То, что они думают, если я принесу на мастер, скажем, какой-то гибсон или американский фендер, то там понятно, там и ценники будут соответствующие. А вот если я принесу им дешевый инструмент, ну, что с меня брать-то, в принципе? Инструмент дешевый, значит, и возьмут поменьше. Но дело в том, что работа по тем же самым ладам, она, по сути, одинаковая. Более того, если речь заходит о работе с железом, с деревом, да и даже с настройкой, то здесь еще сказывается качество комплектующих. И от того с дешевым инструментом будет даже сложнее. Поэтому одно дело принести реально какой-нибудь бушный фендер там, да, за 100 плюс тысяч рублей, и тебе его за 5 тысяч рублей мастер обслужит, и получишь хороший инструмент, там, ну, на века буквально, да, обслуженный, все с ним в порядке. И совсем иное, когда ты проначиваешь инструмент за десятку, тебе говорят, а тут за те же самые работы даже не 5, а побольше я с тебя возьму, чувствую, 7 с половиной. И ты такой, нифига себе, я что, должна дать целую стоимость инструмента, и что я в итоге получу? Вот это? Ах, да, еще несколько анонсов. Буквально через неделю у меня выйдет альбом, я сочинал его за неделю, а запись заняла полтора года, в связи с тем, что были привлечены профессиональные музыканты, естественно. Если вас интересует то, как я, как шла, в принципе, работа над альбомом, не только написание музыки, текстов, вот это все, а еще и процесс записи, в каком порядке, по уму, что, как делаете, как, какими трудностями вы столкнетесь, сколько стоит запись, аренда студии, мастеринг, сведение, у кого сводиться бы я мог посоветовать, если, а вдруг, и с чем я пришел столкнуться, как выложить свои записи на все площадки, чтобы он стал, чтобы ваш альбом стал доступен во всем мире, вот это все, если вас это интересует, до последней точки постпродакшена, где, как заказать обложку, название, нужно ли какое-то придумать, или можно любое, то есть, напишите в комментариях, я сниму отдельное видео, мы поговорим об альбоме, и ждите 12 числа на всех площадках 12 апреля, там не металкори, к сожалению, там довольно линейные классические мелодии к хардкор, но я так и хотел, вот, так что, а, да, и группу пришлось перевновать из-за Нины в хардгамс, потому что Нина оказалась занята на данном на всех лэплах, и нужно было что-то думать, но, в принципе, хардгамс тоже прикольно, это как, типа, твердый, твердый десна, на сленге это, типа, ирейский, забавно, мне кажется, для хардкор команды, вот, а еще, не забывайте, что у меня есть телега, что у меня есть ВКонтакте, я там постоянно пишу посты, что купил, что сделал, буду теперь писать чаще, не зря же я купил Телеграм премиум, это, короче, буду писать вам большие посты, присоединяйтесь ВКонтакте, в Телеге и на Бусти, потому что все видео на канале выходят в первую очередь за счет бустов, спасибо вам, ребята, большое, благодаря вам я пытаюсь, экспериментирую красоты, любви и, конечно же, гитарок, вот, до новых видео, пока, если соскучились по стримам, тоже пишите, что-нибудь замутим, на втором канале, кстати, стрим был, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok